К празднику готовились все. Дети старательно рисовали, стараясь найти свои образы и краски. Русские народные гуляния – это замечательная традиция, русская традиция, которую надо помнить обязательно всем. Надо помнить эту русскую замечательную традицию – играть, гулять, веселиться, калядовать, петь, забыть про все проблемы, все работы, все заботы. Нельзя ни в коем случае работать в эти дни, надо веселиться, надо ходить в гости, угощать кашей, варить кутью, калядовать, веселиться. И для того, чтобы это все замечательно получилось, надо просто немножечко знать русские традиции, старые русские добрые традиции. Но разговора времени не было. Светлану Анатольевну ждал Дед Мороз, ряженые и гости, маленькие и большие. Когда на Руси все калядовали, все ряжены ходили. Ряжене – это символ урожая, нового урожая. И ряженые очень калядовали всегда у нас, да? Ребята, покажете? Пришла каляда накануне Рождества, дайте коровку, масли на головку, а для Бога, ух, кто живет там, кому! Угощать калядовщиков – обязанности Валентины Ивановны Старостины. Она в молодежном – главная хозяюшка. Мы организуем здесь и для детей стол, здесь организуем и для жителей, которые приходят на празднование этого праздника. Кашу варим, чай, угощение и печенье, и шсушки, и конфеты, в общем, все сладости. День выдался солнечный, морозный, но в плясках, забавах, развлечениях было не холодно, а жарко. Паренек, единственный на празднике в Валенках, попал в центр внимания сводного женского хора и получил песню в подарок. Песни, любимые русские, в этот день не умолкали. Весело на всю округу раздевалась гармошка, женские голоса сменили мужчины. Хороводы праздника очень быстро набирали обороты, дети не уступали взрослым. Вспомнили о гаданиях. Из волшебной шкатулки какая-то девушка достала браслет. Видно, скоро ей быть обрученной. Многие пришли на праздник семьями. Супруги Котовы накануне сходили на службу, запаслись святой водой и не упустили возможности погрузиться в ледяную воду. Я окунулся только здесь. Это в нашей семье также традиция, обязательно окунаться. Ощущение, как всегда, великолепное. Свежести, легкости. Счастья. Чтобы такие праздники возрождались, обязательно, чтобы их было побольше. Естественно, чтобы было побольше, чтобы их, самое главное, отмечали и как можно больше в этом народе участвовало, больше информативности. Чтобы было все вместе, семейное. Это же единение. Это единение. И когда вот так вот все вместе, и дети, и взрослые, и просто люди все вместе, и радостно, и вот счастливо. Когда на импровизированной сцене зазвучал вокальный квартет с братьями Качур, стало понятно, это только кульминация праздника. Галина Поликарпова, Алексей Орлов, телекомпания «Одинцова».